привет друзья с вами варчик в этом видео поговорим про боновый магазин поскольку он обновился значит днем появились новые танчики и не только танки на что стоит обратить внимание а какие товары лучше не брать вообще было у меня видео про не обновленный боновый магазин в котором я вам советовал выбирать из ст гвардейца это неплохая советская стэшка и очень хорошо обнули она довольно таки сильная сейчас также крайслер бронированный тяжелый танчик но который требует голдовых снарядов поскольку пробить основным немного но на голде он очень сильный и танк на котором можно выполнять лбз на танкование танк на котором можно довольно таки неплохо пофармить серебро поскольку пробить и основным снарядом хорошая амx миле 49 в принципе это основные танки которые есть смысл брать за бон и но также миле 49 можно получить и за реферальную программу world of tanks где тоже танчик принципе можно получить бесплатно также туда добавили еще четыре новых прям танка в боновый магазин и 4 камуфляжа из прям танков добавили из 2 экранированный это советский тяж 7 левела это танк брать смысла нет вообще он очень мало фармит он не бронированный в лобовой проекции в принципе вообще немножко можно потанчить бортом орудие кривое и по сути он может выполнять роль только нанесение альфы из-под тяжка в крысу для этого нужно очень хорошо разбираться в ситуации в бою подбирать правильно свою позицию и вовремя в крысу наносить свою альфу танк очень сложный неприятный и не фармит смысла в нем нет вообще следующий танчик который добавили это в 111 альпин тигр это точно такой же танк как и в 111 только в специальном камуфляже разницы в принципе никакой только внешний вид китайский тяжелый танк 8 уровня премиумный льготный плохие увн и 5 градусов лючки которые легко пробиваются их два они довольно таки внушительного размера и выцелить их не так уж и сложно плохая лобовая броня нормально бронированный борт танк едет как для тяжелого танка довольно таки быстро но с тяжелыми танками особо ему делать и нечего его пробивать не сложно танким бой не назовешь конечно он не полностью отвратительный в некоторых боях на нем что-то можно показать но в целом танк слабенький какой-то необходимости лететь за ним сломя голову его брать такого нет это просто грубо говоря жирная неудобная стэшка которая и со стэшками будет себя чувствовать некомфортно и с тяжелыми танками тоже ей будет тяжело зачем этот танк нужен сложно сказать есть танки заборные и получше следующий танчик в котором смысла немножко больше это т-103 советская пт-шка премиум на 8 уровня хорошая альфа хорошее сведение и точность орудия действительно приятное но что не приятно это размер танка он огромный это какой-то мастодонт но он огромный не потому что в нем много брони а просто его как будто бы просто накачали перекачали это просто надутый пузырь в котором нет брони вокруг маски у него 220 миллиметров брони во лбу башни на скосах 260 и в щеках прям по краям башни еще немного больше эта толщина брони не всегда позволяет вам танковать уверенно то есть он пробивается некоторыми танками довольно таки успешно просто в лоб башни лючок на башне 60 миллиметров допустим колесник может туда спокойно пробить фугасом огромные сиськи на vld тоже 60 миллиметров да и в целом весь корпус ватный танковать ромбиком неудобно потому что скосы и щеки на vld огромные их легко выцелить там нет брони по сути танк по выживанию полное дно в целом приятно на нем только стрелять это вдали упреждение нужно брать побольше поскольку скорость полет снаряда так себе танк интересен для старичков тем что он необычного размера и нужно на каждой карте заново подбирать позиции то есть на нем еще нужно поучиться играть но все равно вы будете всегда в минусе он не особо быстрый здоровенный ватный прикольное только орудие дпм альфа пробитие сведение и точность а вот все остальное это ужас танк в целом немного хуже чем нормальные pt-8 премиум на и если у нормальных pt-8 премиумных планка на 3 отметки в районе 3000 то у этого танка 2700 на нем в целом можно играть можно понемножку там фармить получать удовольствие от орудия и мучаться с выживанием рекомендовать это танки я не могу но и не могу сказать что он вообще не играбельный просто на нем очень сложно выживать надо ли вам это мучение решайте сами и танк который действительно можно порекомендовать но только некоторым игрокам это последний новый танк в боновом магазине это британская лт-шка сэндлок этот танчик действительно хорош но его нельзя назвать классическим легким танком в геймплей активного светляка этот танк не может вообще у него мало маскировки скорее маскировка как у хорошего маскированной ст-шки чем как у лт-шки и и действительно мало и вы будете светиться довольно таки часто и на большом расстоянии против танков с нормальным обзором в пассивного светляка тоже тяжело будет играться поскольку будет сложно заехать в хорошие кусты поэтому вам стоит отыгрывать скорее как лт-шка просто сдерживающая позиции своим хорошим обзором просто стоите и не даете подъехать в какие-то ключевые места с которых вы можете еще и накидывать на стреливать урон ведь фишка основная у танка это орудие отличный дпм неплохая альфа как для лт да в целом она небольшая но в куче со скорострельностью очень быстро можно стрелять урончик хорошая стабилизация сведения с орудиями проблем никаких нет стрелять действительно удобно приятно и интересно но в целом назвать этот легкий танк легким сложно это скорее ватная ст-шка мобильная с хорошим обзором можно фугасиками пробивать ватные танчики что повысит еще сильнее ваш дпм в бронированные танки конечно же смысла стрелять фугасами нет вообще поэтому имейте это в виду в целом танк интересный но он подходит только сильным игрокам которые любят играть на лт а сейчас в рандоме на лт играть действительно тяжело нормальных карт для лт мало на большинстве коридорных карт делать особо то и нечего а вам нужно на нем дожить до конца боя что довольно таки сложно чтобы пытаться участвовать в бою на таком большом лт еще и выживать до конца боя скилл нужен довольно таки высокий в целом если посмотреть на обновление бонового магазина однозначно назвать какой-то танк который необходимо прям брать такого нет есть пару танчиков которые если подумать некоторым людям можно было бы взять но в целом эти все танки большинству танкистов не нужны вообще вот и остается у нас по-прежнему на галде хороший танк крайслер на бэбэшка хороший танк амх миле 49 и хорошая стэшка стг гвардеец еще вроде как интересная лтэшка сэндлок добавляется но зайдет он далеко не всем а только знатокам и мастерам легких танков и спорная пт-шка т-103 больше в этом боновом магазине в принципе даже думать не о чем также туда еще добавили камуфляжики и я заметил что камуфляж новый в боновом магазине один очень популярный им нравится многим обратите на него внимание он называется космос это черно-белый камуфляж немножко такой в стиле каких-то квадратиков кирпичиков на нем также есть еще там нарисованные всякие иллюминаторы и значки ссср на мой взгляд стиль довольно таки красивый и интересный большинство его берут хотя он стоит 450 бон смысл в принципе покупать его нет но если вам некуда девать боны и вы хотите красивый камуфляж можете посмотреть как он выглядит в этом видосе на фоне танки в этом камуфляже большинство танкистов его покупают и видимо он всем нравится принципе как и мне тоже остальные камуфляже в принципе не очень там есть зимний какой-то камуфляж мазня желто-белый камуфляж тоже мазня и так себе камуфляж черно-розовый немного бледноватый он у меня тоже где-то есть но в целом он не особо-то интересный но пару раз я видел как танкисты тоже его катали он еще более-менее хоть на что-то похож а вот зимний и желто-белый конечно чепуха редкостная но это все вкусовщина поэтому смотрите сами вот такое обновление бонного магазина с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем пока субтитры сделал DimaTorzok до встречи Продолжение следует... 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 Продолжение следует...